Подписчикам о том, что я вошла в эфир. Так, не поймете, вот на нож и на волну. Нос что-то не дышит. Закапывается что-то. Подожди секунду, пожалуйста, я пойду носик закапываю. Не поведется на поршень на полный карман. Так, вот она я. Ай, что-то дышать тяжело у меня. Так, ну что, пока нет вообще сообщений. Вижу только то, что люди присоединяются. Вы меня вообще видите, слышите кто-нибудь? Ну неужели? На самом деле нет, я вчера была в прямом эфире, у меня все это время было заблокирован. Не знаю, кстати, почему. Так, а самая любимая таточка, привет, спасибо большое, спасибо всем. Татусь, привет, Юлечка. Так, всем привет, приветики, 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 пистолетики. У меня челку не подстричь, у меня уже так сильно отросла челка, что теперь нет вот этой вот шторки. И непривычно, что все такое прямое. Так, ну что, давайте ваши вопросы, потому что пока я вижу только какого-то спрок догона и тупейший вопрос. Вот. Ну, ты же как-то через свою маленькую дырочку на своем пиписюндре же как-то писать уже у тебя получается, так и у меня нюхать получается. Так, Тата, что ты выберешь, богатого, но нелюбимого или бедного, но любимого? Блин, риторический вопрос, вы знаете, очень риторический. Не знаю, прям вот чтобы любовь-любовь была, наверное, чтобы любовь. Ну, хотя, вы знаете, одну вещь я поняла в этой жизни, на самом деле, вот брак по расчету, он, кстати, намного прочнее, чем брак по любви. У меня уже был бедный муж, уже был брак, как бы я все это пережила, по итогу осталось вот ни с чем. Поэтому не знаю, ребят, что лучше. Я не знаю, ребят, это, наверное, все по ситуации, сейчас я не могу себе такого представить. Ну, вообще вопрос, конечно, такой сложный. Где, Бадечка, как вы? Батусик в зале, я сижу тут в ванной, потому что у меня здесь классное зеркало с подсветкой, поэтому сижу здесь. Вот, так вот. Бедный муж. Почему муж бедный? А вы имеете в виду, я сейчас понимаю, я так имею в виду, вы затрагиваете не в финансовую сторону, а бедные по каким-то определенным обстоятельствам, я так понимаю. Так, дай Бог тебе здоровья. Ой, спасибо большое. И вам тоже здоровья. Вообще в жизни самое главное все-таки. Для меня в этой жизни я бы хотела, чтобы мне люди желали исключительно удачи и исключительно здоровья. Потому что все-таки, как ни крути, самое важное в жизни – это здоровье и удача. Потому что, когда мы здоровы, мы готовы на все. Самое худшее состояние человека – это когда он болеет, когда у него неработоспособное тело. Это самое первое. А второе – это удача. Просто, когда у нас есть удача, если она всегда на нашей стороне, то, естественно, тогда в любых других аспектах жизни у нас все идет, грубо говоря, по маслу. С определенным освещенным путем. То есть тебе не нужно, чтобы тебе освещали путь. Ты сам идешь с факелом и освещаешь все, что вокруг тебя. Потому что ты удачливый. И вот мне кажется, что удача – самое важное в жизни. Поэтому просите у Вселенной для себя удачу, чтобы она всегда вам сопутствовала, и чтобы все в вашей жизни с помощью нее продвигалось. Таточка, привет! У тебя мужчина появился? У меня как бы мужчина всегда был и есть. Никуда он не делся. Это бывает сложно, бывает весело, бывает по-разному. Сейчас, я не знаю. Но сейчас уже как бы слишком много лет, уже всего вот этой недели прошло. Сейчас вот период обдумывания, раздумывания, определения своих ценностей и так далее и тому подобное. Вот как-то так. Сто процентов права, спасибо. Так. Почему у меня подавленное настроение? Как будто ком в горле. Я не знаю, попробуйте спросить у себя, скорее всего, что там, почему не ощущаю эмоции и чувств. Может, перегорели, нужно побыть с собой наедине. Либо, наоборот, уйти в общество, если вы малоактивный образ жизни ведете. Тогда, наоборот, нужно куда-то к людям. Если же, наоборот, вы слишком много проводите времени с людьми, тогда вам нужно остаться наедине со своим голосом внутренним, чтобы понять, что вас вообще беспокоит. Для тебя самое главное – это деньги. Вы знаете, самое главное в жизни – это все-таки здоровье и удача. А деньги – это способ комфорта вашей жизни. Деньги – это очень важно. Поэтому рассказывать мне о том, что деньги – это мало важно, не надо. И сами себя не обманывайте. Смысл денег заключается не в самих деньгах, а в том, что они могут нам позволять. То есть это ресурс, который нам позволяет. Счастье может быть не в деньгах, но это хороший ресурс. У тебя заболели родители, у тебя заболели родственники, тебе нужны деньги. И хуже искать деньги, непонятно, где их брать, понимаете, и так далее, и тому подобное. Когда ты знаешь, что ты обезопасен, ты можешь обезопасить себя и своих близких, свою семью. Блохо твоей подруге, хреново ей. Ты сидишь ей и говоришь, ой, бедная, несчастная, какая ты хреновая парень, твой мудак, понимаешь. Ты берешь, покупаешь ей какой-нибудь тур куда-то и говоришь, на зай, лети, кайфуй, отдыхай, забывай про своему делу, допустим. И вот, то есть ты можешь приносить счастье другим людям с помощью денег. Я бы хотела иметь много денег для того, чтобы я могла ими делиться с людьми, которые меня окружают. Потому что для меня это наибольшее как бы удовольствие. Как-то так. Вот, как-то так. И никак иначе. Слезы на щеках. Тата, вот такая космическая, просто офигенная. Спасибо большое, девочки. Мне безумно-безумно приятно. Как твоя мамуля? Все ли у нее хорошо? У моей мамы все прекрасно. Она в Китае. Я не видела свою мамочку уже очень-очень давно. Уже, наверное, года два. Может, чуть больше. Вот, очень соскучилась. Но Китай пока закрыл границы, она не может сюда прилететь. И я не могу полететь к ней. Ура! Привет, Катюшечка. Привет, моя хорошая. Вот. Давайте с вами сегодня какие-то темы обсудим. То есть не что-то про меня, а что-нибудь давайте абстрактное. Типа тех же самых денег, отношений и всего остального. Что делать, если тревожно стать? Мне кажется, когда мне тревожно и когда мне плохо. У меня есть единственный способ лично для меня. Так как у меня такая жизнь, что мне приходится очень много времени проводить с людьми. Я очень, как бы, такой общественный активный деятель. Я всегда закрываюсь и ухожу в себя. Я не могу общаться с людьми, ни с друзьями, ни с чужими, ни с кем. То есть мне, я ухожу в себя, я убегаю от реальности и убегаю в какой-то степени от самой себя тоже. Но в какой-то момент через мысли, да, то есть твоя душа тоже дает какие-то сигналы, ты понимаешь все равно, что не так и что тебе нужно изменить. Вот, например, сейчас мне тоже очень плохо. Там я два дня назад, по сути, вышла, вот встала, что я могу зайти в эфир прямой, что я как бы там чего-то якобы хочу. Но мне на самом деле очень тяжело сейчас, душевно очень плохо, очень плохо. Я очень сильно перегорела, я сломалась. Сломалась я давно, но я пыталась эту проблему не решить, а просто забывать и идти дальше. Но это все-таки в подсознании сидит, поэтому нужно работать, нужно слушать себя в какой-то степени. Также психолог. Я сейчас буду искать себе психолога и также хочу себе найти гипнолога. Если это будет гипнолог-психолог в одном лице, это будет вообще потрясающе. Понимаете, психология все-таки это очень такая интересная вещь, это нужно... Мы сами себя обманываем и сами себе не отвечаем часто на вопросы. Вот, и мне нужна химчистка для души, химчистка для мозгов. Поэтому я считаю, что в вашем случае было бы неплохо обратиться, конечно же, к специалисту. Неплохо от прошлого хожу. Знаете, прошлое это прошлое, вам нужно жить в настоящем и двигаться, думать о том, что сделать так, чтобы не совершать те же самые ошибки. Вот и все. Хочу выговориться, меня не хотят слушать. Тогда, естественно, вам нужен психолог, девочки. Надо сходить в караоке. Нет, что-то ничего мне в последнее время не хочется. Как мама чувствует себя после вакцинации? Вот смотрите, значит, мама сделала вакцинацию, маме плохо. У мамы очень сильно болит рука, она себя неважно чувствует. Мы с ней вчера по этому поводу разговаривали, но у меня есть... Она вообще изначально тот человек, который против вакцинации, который яро переубеждает всех вокруг о том, что это все плохо, это смерть, это зло. То есть вакцинация равно зло. В моем случае я не против вакцинации, абсолютно нормально к ней отношусь, но при этом я не вакцинирована. Вот. Но я не против. Все мои знакомые, которые больше всех орали, что они против вакцинации, они все провакцинировались. Сейчас берем пример моей матери. Почему я сейчас... Доченька, потише сделай, пожалуйста, котенок. Дочь. Котенок. Подождите секунду. Котенок, пожалуйста, потише. В три раза тише. Очень громко. Тише, сделай, котенок. Дай телефон. Не, я громко не хочу, мне мешает звук очень. Нет, нет, я вам подавлю. Просто, чтобы не кричала. Вот, сейчас будем говорить про вакцинацию. Да, я человек, который не против вакцинации, но при этом я не вакцирована. Моя мама человек, который против вакцинации, ее сейчас провакцинировали. Она говорит, вот я же говорила, вот мне плохо. На данный момент, вот на сегодняшний день, потому что маме плохо, это не вакцина убивает мою маму, а моя мама пытается убить эту вакцину, потому что это психоматика. У нее на подсознательном уровне уже очень сильно, грубо говоря, генетически заложено, что вакцина – это зло. И поэтому ее организм отторгает эту вакцину. Не вакцина работает против моей мамы, а моей мамы работает против этой вакцины. Неосознанно, подсознательно – это то, что она себе… Это внутреннее намерение ее тела, что вакцина – это плохо. Как ты могла, что могла? Нет, вакцина – это зло, плохо. Многие умерли от вакцины. Вы знаете, у меня есть много людей, которые сделали вакцину, а никто не умер. Я не пропагандирую то, что вакцина – это класс. Я не пропагандирую то, что вакцина – это плохо. У меня нет какого-то определенного мнения по поводу этой вакцины. Я не врач, но ничего против я тоже не имею. Многие люди, у них тайные заговоры, они делают ютуб-каналы, все, мир против них, их все хотят убить. И это, мне кажется, в основном психоматика. Потому что, если бы нас хотели всех убить, мне кажется, каждого человека можно было убить через обычный телефончик. Наверное. На кого вы учились? Слушайте, у меня вообще образование экономическое никак не связано с моим образом жизни, с моим мышлением. И я не знаю вообще, как у меня это получилось. Так, что делать, если я влюбилась в женатого мужчину? Слушайте, вы должны понимать сами, что вам делать. Если вы хотите отношения без обязательств, если это как бы просто… Вам не нужны никакие обязательства, вам не нужно, чтобы вам кто-то там делал мозги, вы живете в свой кайф, и вот как бы либо ты как бы приносишь свои плоды, либо как бы до свидания. То есть ты понимаешь, что у тебя четко разделено все. Либо как бы, если ты понимаешь, что человек никуда не уйдет, и ты его любишь, и тебе мечта, понимаешь, быть с ним, тогда нужно, мне кажется, уходить. Не знаю, как-то так. Тата, расскажи про тональный сонаран. Перевыпустили? Да, его перевыпустили. У меня вот сейчас он без крышечки, правда. Вот он сейчас вот такой вот в квадратной упаковке. Называется точно так же «Тача Глад», просто новая упаковка. Он тебе не круглый, а квадратный. «Тата, ты хочешь замуж?» Вы знаете, раньше я не хотела замуж. Сейчас почему я еще хочу пойти к психологу? Потому что мне нужно поменять установки. У меня… Я не могу себе представить, почему мы часто ругаемся и с моим мужчиной, потому что я бесконтрольная. Я привыкла жить так в своей квартире, где хочу там лежу, где хочу там бросила, во сколько хочу пришла, во сколько… То есть я слишком самостоятельная, что мешает вообще мне в принципе по жизни. Мне нужно поменять ценности, что тоже я хочу проработать с психологом. Потому что пока я не могу себе представить, мне раньше это не надо было. Думала, блин, это что-то вставать, что-то там… Ну как-то… Ну это надо подстраиваться под человека. Я подстраиваться… Что-то тяжело. Пока не хотела. Сейчас понимаю, что хочу, потому что это стало приносить… Ну что уже… Уже как бы я готова. Так, что-то у меня все зависло. Как похудеть? Я не знаю, у меня, наверное, будет нестандартный способ, по крайней мере, я так вижу, как художник. Когда я вообще хочу похудеть и понимаю, что я недовольна своим телом, а любовь к себе у меня идет через тело. Когда я смотрю на себя в зеркало, я думаю, блин, какая-то… Ну вот я сама себя хочу. Мне нравится вот все. Понимаете, вот животик, попочка, бедрышки, ножки. То есть я сама от тебя кайфую. Но очень сложно начать худеть, когда у тебя особенный период обжорства, когда ты вот нападаешь на эту еду. И ты смотришь на свое тело и думаешь, блин, да там килограмм больше, уже килограмм меньше, ты об этом не задумываешься. Но я всегда иду в первую очередь, когда понимаю, что мне хочется похудеть, что мне хочется прийти в себя. Я тысячу раз это рассказывала, рассказывала еще раз. Я всегда иду на моментальный загар. Вот. Кто живет в Москве, могу дать классный адрес. В Черника хожу тоже очень много лет. Я иду на моментальный загар. На самый темный. Вот. Естественно, когда я прихожу на моменталку, я оттуда выхожу чернющая, а утром я просыпаюсь черная. Смотрю на себя и уже визуально в зеркале я выгляжу в любом случае на 2-3 килограмма меньше, чем до того, как я загорела. И когда ты с этой установкой подходишь к газировке, и тебе уже нравится твое тело, потому что загорелое тело всегда выглядит сексуальным, на мой взгляд. И мне кажется, на взгляд многих людей. Сразу же ваши изъяны, они стираются. Тебе нравится твое отражение в зеркале, что ты такая вот, вроде такая, постройнела. И тебе уже становится немножко жалко поправляться. Ты уже начинаешь чуть-чуть себя в чем-то контролировать, потому что тебе кажется, что у тебя уже есть результат. То есть это определенный обман своего мозга. То есть ты сама себя обманываешь. Такое внутреннее намерение себе, получается, программируешь. «Да, котенок!» «Косоглазие планируешь убирать?» «Нет, не планирую убирать мое косоглазие. Мне оно очень нравится. Очень сексуальное, прекрасное косоглазие. Все хорошо. А самой без психолога. Вы знаете, я сама себе хороший психолог, но считаю, что каждый человек должен работать с профессионалами. Мы не можем все быть в чем-то компетентными. Каждому в жизни свое. Да, котенок, ты где? Я хочу попить. Ты мой сладенький. Я его такой. Хорошо. Да, я положусь. Сидеть. Иди ко мне, мой малыш. Я хочу взять стакан. Ты мой сладенький. На, наливай, котенок. Спасибо, мама. Не за что, моя любовь. Так, как стать уверенной в себе. Слушайте, ну у всех людей разные комплексы. В первую очередь нужно работать со своим комплексом. У кого-то комплекс, что он тупой, у кого-то комплекс, что у него кривые коленки. Понимаете, у кого-то мизинчик там слишком длинный. То есть у всех разные свои определенные комплексы. Нужно работать над комплексом. У кого-то комплекс характера, у кого-то во внешности, у кого-то в семье. То есть комплексы, они бывают разные. Поэтому, в первую очередь, чтобы стать уверенным в себе, нужно понять, что делает вас неуверенной. А неуверенная вас в себе, естественно, делает то, что вас беспокоит. Это ваши комплексы. Так, и курбаны, видать, тоже. Причем здесь курбаны вообще? Причем здесь курбаны? Так. Вот вселенная. Смотрите, вы пишете, вот вы сказали, что вас никто слушать не хочет. Все вопросы, которые вы мне задавали, я на них достаточно развернуто ответила. И вы мне предложаете писать те же сообщения. Меня никто не слышит. От ошибок неуверенность. Ну, ошибки – это то, что было вчера. Ошибки – это прошлое. Это не настоящее и это не будущее. То есть для того, чтобы ты уже… Ну, допустим, ты знаешь, что… Вот ты идешь по тропинке. Вот на этот… Тебе от точки А до точки В. Ты знаешь, что там, я не знаю, говно лежит, понимаешь? И ты идешь и наступаешь на него. Но в следующий раз ты такая думаешь, блин, там говно лежит, надо пойти другой дорогой. Либо надо как-то обойти его. А ты все… Ну, как бы… И в следующий раз ты просто делаешь другой шаг, если ты осознаешь свою ошибку. Когда человек не осознает свою ошибку, он не меняет ситуацию. Поэтому все переигрывается вновь и вновь. Но когда ты… Это же большое счастье – понимать, в чем ты не прав, в чем тебе надо сделать проработку. Это очень большой дар – понимать. Поэтому, если вы это все осознаете, знаете, тогда я вообще не вижу проблемы. Мне кажется, больше здесь проблема в том, что вам нравится страдать. Ошибки прошлого – это все было там позавчера. Я в своей жизни совершила миллион ошибок, миллион ошибок. И что-то дало мне… Мои ошибки некоторые дали мне успех. А некоторые ошибки меня посадили в глубокую жопу. И ты никогда… Если бы ты знал… Если бы ты знал, где подстелить себе, понимаешь, давно бы подстелила себе соломку. Но никто этого не знает, к сожалению. Так… Ошибки-то ты показываешь ответственный пример своей дочке и троишь себя в дуру. Хотя на проект приходила другим человеком. Сейчас сделаешь вся тэпп. Я, честно говоря, даже не понимаю, что за вопрос слов я прочитала. Это ваше мнение. Вы можете так думать. А если вы считаете, что вы гениальный Вассерман, я себя так таковой не считаю. Привет, котенок. Открыть тебе? Вот. Но если… Для вас это очень важно. Я могу согласиться с тем, что я тупая. Так как для меня это… Я знаю, любимая. Это я любимого примерно говорю. У меня нет по этому поводу комплекса. Поэтому могу назвать себя и такой. И как раз-таки только самые тупые люди называют себя умными. Это как раз-таки, мне кажется, про вас. Потому что, судя по вашему сообщению, вы ярко уверены в том, что вы гениальны. Вот. Малочку. Малочку сейчас дам, любимая моя. Ой, мамочки. Так, блин, все сообщения пропустила. Простите сейчас. Малочку. Малочка, я все уронила. Малочка. Малочка, я все уронила. На, копей. Только не под… Это я уберу потом. Ложки, вилки все упали у меня. Так, 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 подожди. Сейчас все вопросы. Так, 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 так. Ты вот, ты говоришь, говоришь и думаешь, что права. Слушайте, я высказываю свое мнение. Это мой прямой эфир. Вы пришли ко мне на страничку, мне задают вопросы. И я делюсь своим опытом, своими мыслями и своими рассуждениями. У всех людей абсолютно разные рассуждения. Ты можешь либо принимать их, потому что они тебе близки по духу, да. Либо ты можешь пойти дальше. Здесь нет… В жизни нету черного и белого. Нету правильного и неправильного. Есть интересное для тебя и неинтересное для тебя. Все. Тата, вечер добрый. Очень красивая слава. Можете привет. Так, я себя, кстати, считаю очень хорошей мамой, потому что я ушла с проекта. Я одна, у меня нет мамы со мной рядом, у меня нет мужа со мной рядом, у меня нет папы со мной рядом. Я не отдала своего ребенка кому-то на воспитание, нигде его не бросила. Я стараюсь, я очень счастлива, что я могу воспитывать своего ребенка так, что я могу с ним очень много времени находиться вместе, воспитывать ее, кайфовать, дурачиться, бегать, прыгать, гулять. И считаю, что мне очень повезло, что у меня есть время заниматься своим ребенком. Это очень круто. Так, сколько нужно сделать счастье? Я не знаю, у каждого свое, у каждого же свое счастье, понимаете? Мне вообще кажется, что счастье, вот реально истинное счастье, на мой взгляд, это когда тебя можно назвать человеком своего дела, это когда ты нашел свое призвание. Вот это счастье, найти свое призвание, это самое сложное в жизни, это то, например, к чему не пришла я еще, и я думаю, что многие из вас, и вообще очень маленький процент людей реально нашли себя в этой жизни. Это не то, что у них классная, престижная работа или еще что-то, дело не в этом. Нет, это именно, когда ты профессионал своего дела, вот это ты. И вот со всего мира это всюду будут за советом идти именно к тебе, это надо за человек своего дела. Вот это, мне кажется, большое счастье, когда ты работаешь не для того, чтобы работать, а тебе это настолько сильно нравится, ты настолько сильно этим горишь, настолько твоя, понимаешь, мечта и цель какая-то определенная. Так. Тата, как вы относитесь к трансвеститам? Я абсолютно нормально отношусь к трансвеститам, к геям, к лесбиянкам, ко всем прекрасно отношусь. Есть вещи, которые я для себя, то есть я могу для себя это не принимать, но как к людям отношусь абсолютно нормально, вообще мне абсолютно без разницы, как кто получает оргазм, это личное дело каждого. Если, например, мне сегодня не нравится БДСМ, а моей подруге это нравится, я что теперь с ней из-за этого общаться не буду. Постель это личное дело двоих, все. Нравится мальчику с мальчиком, девочке с девочкой, трансвести тут, трансвести тут. Я для себя не приемлю, считаю это табу, да. Но в моей жизни очень много людей, которые так живут, и они так, почему они должны жить, так, как им не нравится, я вот этого тоже не очень понимаю. Так, молодец. Так. Так, 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 так. Что-то столько счастья потеряла. Ой, столько счастья, только потеряла, господи, слово счастья, видела. Почему эфир из ванной? Я эфир из ванной, потому что у меня в ванной тут большое зеркало, которое идет со специальной подсветкой, и поэтому я здесь сижу, и вообще-то единственное место я могу уединиться. Ну, нет, на самом деле, больше все-таки ответы и за подсветки на зеркале. Вот. Татуля, мы еще в миквархар, мэтс, миквархар, мадло. Какой у вас родной цвет волос? Вот у меня такой же, по-моему, как и вот этот, вот как корни, видите, но у меня светлее, конечно, чуть-чуть, чем, видите, вот все-таки светлее. У меня такие какие-то они серые, русые, серые русые. Расскажи, какой уход за волосами? Смотрите, сегодня я тоже не уложена, я помыла голову, но не стала прям вытягиваться, просто посушила сено. Мне кажется, залог успеха вообще красоты волос, чтобы они вот как бы именно блестели, особенно, когда они уложены, они реально очень красивые. Это в том, чтобы не пользоваться никакими плойками. Это мои руки. Ой, как вкусно пахнут. Это я их. Это ты их так сделала? Я эти стуки делала, которые там рисуют. Ну, я покажу тебе. Классно, это гель для рук, доченька, очищающая, чтобы у тебя ручки были чистенькие. Вон я ходила и ходила на лодке, были чистенькие у меня. Вот тут проездили. Да, чистенькие. Но у меня, но у меня телефон сел. Сел телефон, значит. Иди позанимайся, там книжка у тебя лежит, возьми карандаш в консоли. Иди позанимайся, порисуй треугольники и цифры, пропиши, а я пойду проверю. Хорошо, котенок? Хорошо, любимый? Мама, я не хочу. Не хочешь заниматься? Нет. А что хочешь? Так, что-то мне стало жарко. Ну что? Татушек, привет, 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 привет всем. Ребят, вот половина вопросов, но такие тупые. Вот к чему вообще вот это вы все это вот задаете? Ты под чем-то? То есть вот к чему у нас столько тупое сообщение? Мама! Я нашла ручку. Нашла? Иди попиши, мамочка. Одну страничку прописи мне сделай. Хорошо? Нет. Нет? Ну ладно. Что ты мне говорила, я уже забыла. Давайте какие-то нормальные вопросы. Не сиськи, письки, жопы, брови и так далее и так подобное. А что-нибудь поинтереснее и не такие тупые вопросы, как ты под чем-то или еще что-то. Если у вас как бы настолько ты тупой, что тебе кроме этого нечего спросить, мне тебя жалко. Мне кажется, под чем-то видимо ты. Так, Тата, мужчина вечно работает. Редко видимся. Что посоветуешь? А вы вместе живете или нет? Тата, ответь, пожалуйста, как тебе стайлер Дайсон? Слушайте, я сегодня вот стайлером Дайсоном просто высушилась. Ну как высушилась? Здесь вот есть такая насанка, как расческа. Она ничего не укладывает. У меня как бы сейчас волосы не уложены. Выглядит, как будто я просто феном высушила. Но так как у меня кудрявые, поэтому оно типа ничего. Мне лень было Дайсоном. Ой, феном Babyliss укладывается. Нет, я считаю, что если мы сейчас берем вот покупку за 47 тысяч рублей. Да, это мой Дайсон. И мой фен там Babyliss, который стоит, я не знаю, там 6000, по-моему, я его покупала. Я советую Babyliss. Абсолютно просто. Нет, если у вас есть возможность купить Дайсон, это, конечно, прикольный фен. Но это абсолютно две разные укладки. Это типа вы будете делать классные себе локоны. Да, то есть у вас будут такие прикольные, реально красивые локоны делают. Но ненадолго. А когда вы пользуетесь Babyliss, то вы можете ходить с укладкой 2-3 дня. И все прекрасно держится. У вас классный объем. У вас классная, реально, укладка красивая. Красивые кончики уложены. Вот, например, здесь куча насадок. Да, ну и что? Мне ничего не выложили. А если бы это было как бы сейчас на Babyliss была бы укладка, у меня бы все концы лежали вот, ну как бы с блесенкой ровненько. 47 и стоил год назад. Ну, я когда покупала, тогда я его не вчера купила, не позавчера и не как бы. Я сейчас вам не распаковку тут делаю. К чему? Какая разница? Сколько он стоит? Ну, 45 пускай сейчас стоит, 43 пускай стоит. Это не мое дело. Я вам говорю про смысл, про укладку, а не про ценник мы сейчас. Так, вот. Когда малышка пойдет в школу? Когда ей исполнится 7? Мам! Ну, я хочу пойти в такой садик. Ну, пойдем в этот новый садик, да, который? Угу. Сейчас здесь закончишь и пойдем со следующего месяца. Ну, ладно, мам. Ну, ладно, мам. Мам, на них сколько я забрал. На них. Имела ввиду, что дороже. А, да ладно, еще дороже сейчас стал? Я просто помню, что я за 47 его прям брала. А сейчас сколько он стоит? Ну, дороже мне кажется, это уже перебор. Я хочу сейчас попробовать купить себе этот выпрямитель. Вот, потому что сейчас мне вот лень была на мобилису вкладывать. А хоть выпрямителем бы кончики бы сделала. Мичка! Мичка мой! Мой Мичка! Где? Вон там. Вот там. Делала ринопластику носа. Нет, я не делала ринопластику. Я себе колола нос филлерами и плюс еще, естественно, это коррекция носа. Когда ты берешь пальчик и просто себе рисуешь две темные полоски, у тебя получается визуально тонкая белая полоска, что делает твой нос визуально худым. Я его колола, я не знаю, что-то вкалывают, по-моему, или политики. Я не знаю, что-то колят, что нос, как бы он, ну, форму меняет. Мама, я не могу отодвинуться. Давай подвес. Вот. Доча, давай я быстрее достану, ты сейчас будешь два часа тут. Дай я сама. Дай я сама. Нет. Дай я сама. Ой. Ой, Господи. На, котенок. Мама, как ты так биться? Мамочка, я сейчас здесь закончу и тебя позову, хорошо? Ой. Ты мне телефон сел. Так. Ты в губу колола? Губы, конечно, колола, но тоже было годы, наверное, очень давно, когда только Бетти родила, и вот откормила ее молоком. Весь долго кормила, месяца четыре, и тогда я заколола. С тех пор, пока не колола. Три раза я колола губы. Первые два раза у меня сразу же рассосались они, потом я забеременела, не могла ничего делать, и вот потом, когда я родилась, делала все третий раз губы, у меня этот эффект сохранился, ну, на очень долгое время. Что-то я, без того, что отвлекалась, потеряла вообще нить от того, о чем мы общались и… Помнишь, как ты, Валерий, себя на сейшелок предлагала, он тебе не хотел. Стремно общаться с ним после всего этого унижения. Если бы у меня любовь была к нему, мне было бы стремно, но так как мне плевать с точки зрения, как мужчины, с точки зрения любви, поэтому меня это не трогает, было-было-было, да прошло. я не живу в прошлом, потому что оно меня не волнует. Вот. Если бы, естественно, я любила, у меня была бы дикая обида, я бы жила вот этой обидой всю жизнь, как он гдила, то, конечно, понимаю. Ну, я, во-первых, у меня не такой характер, проходит время, ты отпускаешь человека, естественно, на него плевать, и тебе абсолютно плевать, что тебя с ним раньше связывало. Сейчас нас связывает ребенок, я не хочу общаться так, что, типа, чтобы Бетти чувствовала, что мы какие-то враги друг другу. Мы родственники абсолютно нормальные, хорошие родители, которые мудрые и все. Мне нужно, чтобы у моей дочери был отец для ребенка, потому что моей дочери нужен отец. Мои какие-то вот эти вот беспонтовые обиды и так далее и тому подобное, это мои личные проблемы. Вот сейчас гончарку больше не ходим, она у нас закрыла, мы просто ходим, у нас тут внизу открылся поликорт, и мы ходим туда на изо просто, арт-урок. Они то рисуют, то лепят, там разное делают, но не лепят из глини, просто всякие штуки. Я задавала этот вопрос в прошлом прямом данном, хочет ребенка. Если вы меня спрашиваете, хочу ли я ребенка, нет, я не хочу ребенка. Ближайшие лет пять я точно не хочу детей. У меня классная дочка, и на сегодняшний день иметь ребенка это не так дешево. У меня только 65 тысяч выходит от сад, 8 с половиной тысяч еще определенное занятие. Сейчас я ее хочу еще отдать на музыку. Слушайте, плюс еще надо жить, пить, одеваться, обуваться. Я хочу, чтобы она ходила в хороший сад, потом продолжала ходить в хорошую школу. Поэтому, конечно же, я пока дай дело, дело не в этом. Я просто не вижу второго ребенка. Мне сейчас как бы это не надо. Вот, меня устраивает в моей жизни все. Даже если я завтра выйду замуж, поговоря, все равно я не буду рожать и от своего мужа тоже. Потому что я хочу пожить для себя, для своего мужа, заниматься любовью, ездить, отдыхать, наслаждаться друг другом. И когда придет тот период, что вот, как бы, вот хочется, вот прям хочется, понимаете, вот друг от друга, вот прям хочется. Вот тогда я понимаю, когда вы к этому пришли. А так просто мне это сейчас не надо. Я хочу наслаждаться жизнью своей. Вот такие вот дела. Так, какие нахрен лысины? Это не лысины, это у меня просто белая голова. Чего вы несете? Какие лысины? У меня шикарные волосы, всем бы такие, не нарощенные, прекрасные, длиннющие, хорошие волосюхи. Густые и все это мое. Так что рассказывать мне сейчас вот эту вот хрень не обязательно. Посмотри лучше на свои три пера на жопе и расслабься. У меня сегодня, видимо, много душевно больных тут мне собралось. Леймушечка привет, в туалет тебя, кстати, не видела. Привет, дорогая. Обожаю тебя, спасибо, Крис. Так, не надо так переживать. Лысина, слушайте, я не переживаю за лысиной, потому что у меня ее нету. Просто нести хрень, понимаете, там, где нарисована ромба, доказывать мне, что это, блядь, сердце, не обязательно. Лысина, это, блядь, лысина. Или ты настолько тупая, что ты не понимаешь, что такое лысина и что такое не лысина. Вот реально. Так, приезжай к нам в Владивосток. Слушайте, моя мечта когда-нибудь, хотя уже нет у меня такой мечты, у меня была когда-то мечта, ну не мечта, а желание поехать во Владивосток, потому что у меня моя очень близкая подруга детства, с кем мы выросли, дружили очень круто. Она вышла, потом, естественно, все разъехались, закончили школу, университеты. Она работала на корабле и познакомилась там на корабле с парнем македонцем, вышла за него замуж, теперь живет в Македонии. Когда-то я очень хотела к ней в гости поехать. Что-то так жарко мне пипец. Так, меньше пафоса, а в чем пафос заключается? Вот, давай вопрос реально, вот интересно. Ты пишешь мне меньше пафоса, что такое пафос, расскажи нам всем, вот, недалеким, что такое пафос и что сейчас в данной ситуации, в данном контексте у нас было пафосно. Очень просто интересно, просто я очень люблю пафосничать, если вот сейчас это был мега пафос, просто оказывается, я раньше думала, что у меня возможностей на пафос нет, а оказывается, просто сидеть это уже пафосно, круто. Тата, скажи, пожалуйста, где купить куртку Брэн? Это не куртка, это такой худи Дольче у меня, ему уже вообще 60 тысяч лет, если честно, я его покупала, по-моему, когда-то Кубейс родила, вот, и это было очень давно. Так. Будут еще какие-то вопросы, ребята, или все просто будут... Спрашивали ли Бетти, когда Бетти пойдет в школу, где Валерка, люблю ли я Валерку, так что я все в этой жизни делаю ради Валерки. Что-нибудь кроме этого есть другое в списке? Привет из Израиля, Израиль, привет! Где живешь? Я живу в Москве. Но я не про куртку, но я про куртку, а не про худи. Ну, а как ты можешь меня спрашивать про куртку, если на мне нет куртки? Про какую куртку? У меня миллион курток. Знаешь? Так. Мы забыли это. Итак, как относишься к тому, что парень смотрит восемнадцать? Что это вы имеете в виду? Что он смотрит какие-то разные эротические фильмы на букву П. Абсолютно нормально к этому отношусь, советую вам посмотреть, черпнуть для себя чего-нибудь. Подскажите, как быстро восстановились после родов? Для меня это больная тема. Для того, чтобы восстановиться после родов, нужно в первую очередь заниматься спортом и следить за своим питанием. Чудов все равно не будет. Самые массажи и спорт. Для меня, когда я родила ребенка, я сразу же пошла на занятия кенгу-джамп. Чем они мне нравятся? Тем, что они за занятия сжигают более тысячи калорий. То есть за занятия. Очень сложная на самом деле штука, потому что 40 минут жесткого кардио в этой обуви на прыгунках, потом 20 минут растяжки в тяжелой обуви. Каждая из них весит по два с половиной кг. Но эффект того стоит буквально 8-9 занятий, и вы просто себя не узнаете. При этом нужно просто чуть-чуть умерить свое питание. Может быть, все есть то же самое, что вы и дети, просто в очень умеренном количестве. Сколько сейчас вестишь? Я не знаю, сколько я вешаю, если честно, потому что тысячу лет не взвешивалась. У меня есть две пары весов, но нигде нет батарейки. Я так что-то никак не пойду, не куплю. Так. Так. Та, ты с кем из знаменитых людей, ты знакома? Да много с кем, не знаю. Будь я скучен с кем. Со многими с очень. Так. Привет из Казахстана, город Державинск. Привет, Казахстан. Тысячу лет не была в Казахстане. Так. Не боишься, что Бетя найдет себе такого же, как Валера? А как, слушайте, почему они должны за это бояться? Во-первых, у нее нет опыта жизни с Валерой. Во-вторых, какие-то странные вопросы. Я не живу страхом. А вы не боитесь, что ваша дочка станет лесбиянкой? А вы не боитесь, что ваш сын станет наркоманом? А вы не боитесь, что ваша дочка будет проституткой? Ну, как бы, ну... Давайте будем жить страхами и только... Давайте будем жить страхами и раскачивать маятник, чтобы он обязательно к этому пришел. Я вообще не понимаю, когда люди начинают думать о всяком говне и привлекают это в свою жизнь. В чем смысл вообще этого всего? Так, в каком клубе бываешь? Слушайте, я в клубы, в принципе, не хожу. Я не люблю клубы. Я люблю рестораны. Рестораны такие больше. Но если Бёрдс... Ну, в принципе, Бёрдс после 12 можно назвать клубом, то, наверное, Бёрдс мемом. Да, все-таки это клубом. Ладно, ребят, на самом деле мне хотелось поговорить о чем-нибудь интересном. Но вот эти вопросы, отпустишь бы эти на Дом-2, как называется это в Эфен и так далее и тому подобное... Честно, немножко не вижу смысла вообще это все обсуждать. Очень неинтересно. Настроение у меня из этого тоже, если честно, не особо мега шикарное. Вот. Потому что поговорить, к сожалению, не о чем. Хочется поговорить о чем-то духовном, интересном, о чем-то, что может затронуть вообще души людей. То, что касается нас всех, а не конкретно меня. Всем хорошего вечера. Все, кто со мной, все, кто меня любит, вас всех целую, обнимаю. Знаю, что вы всегда со мной, что всегда меня поддерживаете. Вот. Всех люблю. Чао-какао. ψа. Спасибо. После чего до не titre достаточно такой.